Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов ящика ответов. Сегодня вашему вниманию предлагается разбор статьи с публикацией за март месяц 2021 года. Тема статьи «Библия даст вам сил выставить в испытаниях». Она изучается на неделе с 17 по 23 мая этого года и основана на стихе из Римлянам 15.4. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Эта статья в Сторожевой башне в целом полезная. Она повторяет серию статей об утешении из Писаний. Поэтому наш разбор будет кратким. Ну и тексты, как обычно, мы будем приводить из Синодальной Библии. Эта статья, как и предыдущая, повторяет недавние темы о том, как Иегова через свое слово и примеры своих служителей древности помогает христианам современности выстаивать в трудностях, например, из-за болезни, несправедливости в собрании, на работе или в школе. Об этом говорят такие тексты, как Иакова 3.2, 1 Петра 4.3.4. Или из-за гонений, или из-за того, что члены семьи препятствуют вам служить Иегове, и т.д. Что нам известны в словах Христа, записанных в Матфея 10.35-36, где он отчасти на собственном опыте тоже узнал, что даже самые родные и близкие люди могут стать врагами. Если ситуация тяжелая, вам может казаться, что лучший выход из нее – перестать служить Иегове. Однако ясно, что это будет неправильным решением. В любых обстоятельствах Иегова даст вам и сил, и мудрости, чтобы вы могли принимать правильные решения, а именно, выстаивать в испытаниях, не переставая служить истинному Богу. Эти слова утешения записаны в 1 Коринфянам 10.13. Как он это делает? Через свое слово, где показаны примеры верных его служителей, которые, как и мы сегодня, сталкивались с множеством трудностей, однако выстаивали в вере даже при лицом смерти. Можем открыть Евреям 11 главу и посмотреть. Там мы встретим целый список верных служителей, начиная от Авеля и всей эры Ветхого Завета. Итак, приводим основные мысли статьи. Первая основная мысль. Если вам нужен совет в трудной ситуации, молитесь. Прежде чем читать какой-то отрывок из Библии, помолитесь Иегове, чтобы понять, как этот отрывок может вам помочь. Не ожидая, однако, что после молитвы помощь в понимании читаемого отрывка придет чудом свыше. Ведь молятся при изучении Библии многие из тех, кто считает себя верующим. А вот понимание слова Бога у всех разное. Помните о том, что Иегова не нашепчет вам на ухо правильный смысл сказанного. Все его слова находятся в Библии. Широко известному каждому свидетелю Иеговы тексты Евреям 4.12 и 2 Тимофея 3.16-17 прямо на это указывают. Зачем же тогда молиться? Молитва, во-первых, помогает сосредоточиться на исследовании Писания по интересующему вас вопросу в разрезе всего контекста известных вам библейских знаний. Высокая степень сосредоточения облегчит поиск ответа на свой вопрос. А во-вторых, Иегова, слыша молитву, при помощи Святого Духа может помочь обратить внимание на те места Писания, которые помогут в решении вашей проблемы. Этот ободряющий факт записан в Матфея 7.8. Вторая основная мысль. Представляйте себя на месте того библейского персонажа и в его историческом времени, о ком вы читаете. Это поможет вам лучше понять его и те обстоятельства, в которых он оказался. Третья основная мысль. Размышляйте, анализируйте то, что вы прочитали и подумайте, как эта информация касается лично вас. Четвертая основная мысль. Применяйте в жизни приобретенные знания. Так вы сможете научиться принимать верные решения, обретете душевный покой и укрепите веру. Подробнее о том, как Библия помогает духовно развиваться и извлекать из Библии твердую пищу, вы можете узнать, посмотрев видео 1.83. А теперь давайте кратко рассмотрим, как эти четыре шага помогают выстаивать в трудностях, не переставая служить Иегове, при исследовании жизненных проблем царя Давида и апостола Павла. Подзаголовок «Пример царя Давида». Его пример поведения и стойкости в доверии Иегове может помочь в случаях, если друг или кто-то из родных обманул ваше доверие. Давида предал собственный сын Ависолом, пожелавший стать царем вместо него. Это поучительная и во многом печальная история, записанная во 2 царстве 15 глава с 5 по 14, также 31, и 18 глава с 6 по 14 тексты. Итак, давайте применим четыре эти основные мысли или четыре шага, конкретно, к примеру, царя Давида. Итак, первый шаг. Молитва к Иегове поможет вам сосредоточиться на желании найти правильное решение по вашей проблеме. Когда вы будете выражать свои чувства в связи с проблемой, вы сможете лучше понять себя, сформулировав в молитве, что же именно вас тревожит. То ли обида, или то, как вы реагируете на проблему, то ли то, как теперь строить отношения с предавшими вас, и так далее. Ясно определив свою проблему, будет проще искать и ответ на нее в Писании. Далее следует второй шаг. Второй шаг. Представляйте, как чувствовал себя Давид из-за тайного и подлого предательства сына, и что помогло ему не разочароваться из-за этого в жизни и в Иегове. Представляйте, что Давиду наверняка было даже труднее, чем вам, в вашей ситуации, ведь ему пришлось покинуть дом и бежать даже за пределы своего города от преследования. И если он не отчаивался в этой ситуации, то тем более не стоит отчаиваться и вам. Далее следует шаг 3. Третий шаг. Размышляйте. Подумайте, чему вас может научить этот рассказ. Давид понимал, что, во-первых, Иегова в этом не виноват и поэтому доверие к нему не пошатнулось. Во-вторых, что, возможно, Давид и сам в чем-то виноват и упустил что-то в отношениях с сыном. В-третьих, незачем паниковать, поддаваться страху и откладывать решение проблемы в долгий ящик. В-четвертых, надо решать проблему по максимуму мирно, то есть так, чтобы были соблюдены интересы Иеговы и его народа. В итоге, Иегова дал Давиду силы выстоять в вере в этих испытаниях. В Псалме третьем с первого по восьмой тексты отражены чувства Давида в связи с этим. Да, так вот бывает. Государственный муж и сильный воин вынужден был искать защиты от собственного сына у небесного отца и нашел ее. Далее следует шаг четвертый. Шаг Применяйте Как вы можете брать пример с Давида если кто-то причинил вам боль? Ну, во-первых, не надо отчаиваться и разочаровываться в жизни или Иегове, так как Иегова в произошедшем не виноват, а проблема могла возникнуть частично и по вашей вине. Такое равновешенное отношение к проблеме поможет утихомирить бушующие эмоции, смягчить ваше сердце и вину обидчика. Во-вторых, проблему надо решать, не откладывая на потом, по максимуму в интересах и Иеговы. То есть, с целью наладить мирные отношения с обидчиком. Принцип, озвученный Христом в Матфея 18-15-18 эффективен и поныне. Подзаголовок «Пример апостола Павла». Если ваши родные препятствуют вам служить Иегове или в вашей стране деятельность свидетелей Иеговы запрещена, ободрить вас может пример апостола Павла, сидящего в тюрьме за желание поступать правильно. Можете посмотреть тексты 2 Тимофея 1-12-16 4 глава 6-11 и 17-22 тексты И вы увидите какие немалые проблемы испытывал апостол Павел. И давайте как на примере с Давидом на примере апостола Павла также рассмотрим четыре шага для этого случая. Первый шаг Молитесь Расскажите Иегове что именно вас беспокоит и какие чувства это у вас вызывает. Затем попросите Иегову помочь вам найти в словах апостола Павла принципы благодаря которым вы сможете понять как вести себя в сложившейся ситуации. Второй шаг Представляйте Представьте себе апостола Павла в римской тюрьме. Он был закован в цепи и ожидал казни. От него отвернулись некоторые братья и он был физически очень слаб. Во второй Тимофею 1.15 описана только часть проблем случившихся с ним. Тут он называет реальные имена этих отвернувшихся братьев. Это поможет вам собраться силами и ободриться. Возможно ваша ситуация не так тяжела как ситуация Алла Апостола Павла. Но если Иегова помог выставить Павлу значит поможет и вам. Третий шаг Размышляйте Павел мог бы страдать из-за воспоминаний о прошлом. Сожалеть о том что можно было бы избежать тюрьмы поступи он иначе. Сердиться на братьев из Азии за то что те оставили его. Потерять доверие к остальным друзьям и даже разочароваться в Иегове. Дескать он так много делал для дела царства и на тебе угодил в тюрьму. Однако апостол Павел поступал совершенно иначе. Это и помогло ему выстоять в вере и не потерять радость жизни в служении Иегове. Как именно поступал Павел в трудной ситуации он помнил что важнее всего приносить славу Иегове и ободрять оставшихся на свободе. Он полагался на Иегову и не прекращал молиться. Это нам известно из 2 Тимофея 1.3 Павел не стал чрезмерно переживать из-за братьев которые его оставили а был благодарен за практическую помощь которую оказывали ему верные друзья. Кроме того он продолжал изучать Слово Бога. Из прочтения 2 Тимофея 3.16-17 и 4.13 нам становится ясно что более всего интересовало и привлекало Павла книги содержащие Слово Иеговы. А самое главное он был абсолютно уверен что Иегова и Иисус его любят что они не отвернулись от него и обязательно вознаградят его за верное служение И Бог отвечал на его молитвы добавляя ему сил и заверяя что труд его и скорби ради Бога не тщетны Это мы знаем со слов самого апостола Павла записанных во 2 Тимофею 4.17 4.17 Четвертый шаг Применяйте Как брать пример с апостола Павла Во-первых не печалиться о прошлом и тех кто нас оставил в трудные минуты Во-вторых думать о том какую пользу Иегове и его народу можно приносить в своих обстоятельствах В-третьих уповать на Бога и молиться В-четвертых продолжать изучать его слово Библию А если нет такой возможности ну к примеру мы в тюрьме и Библию нас отобрали вспоминайте то что вам уже известно из Писания и размышляйте над этим нисколечко не сомневаясь что Иегова никогда не оставит нас и ничто не сможет отделить нас от его любви и ничто не сможет отделить нас от его любви тексты римлянам 8.38.39 а также евреям 13.5.6 мы тоже знаем практически на память они говорят нам непреодолимой силе любви нашего небесного отца которую никто и ничто не поколеблет если мы верны ему под заголовок другие библейские примеры например история Ионы помогала многим до пандемии преодолеть страх перед проповедью в общественных местах а сегодня пример перевоспитания Ионы может помочь нам не унывать и не сердиться на Иегову если какие-то из ожидаемых нами пророчеств пока что не исполняются можем прочесть четвертую главу Ионы где показано как он был огорчен тем что его ожидания не оправдались в какой-то момент также рассказ о Руфе может помочь нам принять решение служить Иегове даже если наши родственники не разделяют наших убеждений где найти библейские примеры которые могут укрепить вашу веру прежде всего конечно же в Библии также можно смотреть видео или звуковые постановки на сайте общества сторожевой башни понимая однако что все они являются плодом воображения сценаристов с художественным вымыслом применяемым в обществе для развития большего интереса к сюжетам писания то же самое делают и в мирских фильмах на библейскую тематику так что общество в этом смысле тоже идет мирским путем художественного вымысла а нам с вами остается надеяться что увлеченность изданием фильмом в обществе не превысит увлеченность самой Библией а художественный вымысел не исказит сути библейского повествования чего искренне желаем всем кто привносит в изложение Библии что-то из собственного понимания происходящего в писании спасибо за внимания